дорогие друзья всем огромный привет мы отдыхаем в отеле amato resort заявленных три звезды этот отель работает только на завтрак и сейчас мы посмотрим что же нас всех ждет в этом отеле на завтрак как вы уже можете видеть это в принципе достаточно стандартный такой вот шведский стол и да здесь скажем так не то чтобы прям совсем тайская больше какая-то вот такая вот интернациональная но с таким вот азиатским уклоном вот сейчас вы можете видеть жареные ананасы или тушеные здесь у нас тоже какие-то тушеные помидоры и бабы ну как бабы фасоль тушеная также как правило присутствуют два вида рис совсем белый и такой там с каким-то приправа шками вот перейдем к хлопьям тут три вида хлопьев которые можно насыпать в неограниченном количестве и залить их молочком всегда присутствует в одном тоже месте какая-то супер острая вещь типа карри либо еще что тот из индийской кухни или не знаю еще из какой вот но сегодня там какой-то какая-то из вариации карри я постоянно брал разные я люблю острое также постоянно присутствуют какие-то макароны то есть паста в одном виде в другом лапшичка какая-то туда-сюда присутствует постоянно сосиски куриных в принципе достаточно неплохого качества вот и присутствует какая такая тоже там типа пареная вареная ветчиночка ну и конечно же какой же завтрак без яиц как вы можете видеть яйца есть такому классическом варианте с жидким желточком есть обжарка двухсторонние и есть омлетик также есть вареные яйца и зачем-то там поставили мед то ли это для омлета то ли для чего-то еще стол с холодными закусочками и со всякими дрессингами я беру от лучка иногда салатика помидорчика кто хочет а может еще что-то насыпать горошка какого-нибудь или взять там капусты вести в капусты или там какой-то капустный салат вот ну и конечно же всякие вот заправочки я уберу тысяч островов и типа french наверное это типа горчичного что-то такого знаете все на один вкус практически непонятно что куда и чего и там какое-то масло может быть уксус есть такое достаточно стандартная менюшечка холодная соответственно приборы салфеточки какие-то палочки зубочистки ты берешь сам все это стоит отдельно рядом с фруктами так 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 что же у нас по пятью здесь мы можем налить просто холодной водички также здесь есть апельсиновый сок и кстати говоря достаточно неплохой если судить там допустим по турции и египту там такой как бы звук от разведенной водя здесь сок такой но зайдет пакетированный такой вот как вот мы привыкли и здесь вот есть скажем так чай анчан в холодном исполнении вот ну как-то по вкусу он был сильно сладкий очень не очень нам понравилось это дело вот в отеле много русских но также много всяких китайцев корейцев индусов как вот вы можете видеть мы мимо них сейчас проходим вот но тагила нету все так пристойно никто не резервирует номера и столы никуда не уходит давайте перейдем к фруктам в принципе достаточно стандартный каждый день арбуз каждый день папайя и бывает допустим вот сейчас нам дыньку положили бывает что допустим мини бананчики были вот вчера ананас бывает ананас здесь очень сладкий он не такой как вот мы привыкли индийские а здесь во первых они менее и во вторых они очень сладкие вот но мы всегда берем побольше фруктов чтобы покушать поплотнее завтрак проваливается очень быстро и сразу же хочется есть через два часа горячим напитком здесь есть варианты кофе и чая вот здесь такая кофе-машина я наливаю себе кофеечка сколько мне надо и дальше хочешь с молоком хочешь с чем здесь такие чайнички и горячее молоко сюда бабахаешь и все вот тут же лежат ложечки и разные виды сахара есть обычный тростниковый и сахарозаменитель ну вот собственно вот так вот приблизительно выглядит завтрак в отеле amato resort 3 звезды вот все такое в общем-то остренькая вкусненькая голодом не останешься но все это как я уже сказал быстро проваливается и и Продолжение следует...